Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 ноября, день Анастасии. Анастасия жила в 3 веке на территории Рима. Родилась она в зажиточной семье, но осиротела в 3 года. На воспитание ее взяла христианская женская община, которой руководила старица София. 20 лет Анастасия была необыкновенно красива. Об этом узнал градоначальник, пров, который попытался сделать все, чтобы проповедница отказалась от своей веры. Потерпев поражение, он подверг девушку лютым мучениям, обнажению, а затем ей отцекли голову. В народе этот день прозвали днем Анастасии, овечницы и Авраамии овчара. Сегодня полагалось стричь овец, а утром отправлялись в церковь, чтобы помолиться Анастасии, которую считали покровительницей и заступницей овчаров. Овчаров и пастухов сегодня угощали различными кушаниями. Из овечьей шерсти пряли нитки, из которых вязали теплые одежды на зиму. Детям сегодня загадывали различные загадки, касающиеся овец. Преподобный Авраамий жил на Руси в XI веке. В ростовских землях он поставил на озере Нера хижину, в которой жил. В этих местах жило племя язычников, которое поклонялось богу Велесу. В его честь стоял огромный идол. Авраамий желал его разрушить, но не знал, как это сделать. Однажды преподобный увидел дивного старца, который сказал, что с помощью Иоанна Богослова ты разрушишь его. Некий отшельник дал ему трость. Ударив этой тростью, Авраамий сокрушил изваяние идола. На освободившемся месте поставили храм, посвященный Иоанну Богослову. Приметы. Перед стрижкой овец важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы этим задоблить духов. Если провести этот день в своей семье, то она будет дружной и крепкой. Если же проведешь этот день в незнакомой компании, это к ссоре. Сегодня нельзя оставлять ребенка одного, это к неприятностям. Если женщина сегодня наденет коралловые бусы, она будет счастливой. Если повесит их на видное место, то защитит от злых духов. Возникновение в это время продолжительных туманов к оттепели. А так еще просто слушать свой организм. То есть если рис плохо переваривается, то не надо в себя пихать. Надо что-то другое, да? Может гречка будет легче. А вот знаете, интересно, если взять гречку, у нас получается следующее. Гречка обладает кровотворными способностями. То есть человек помимо того, что он там еще массу тела увеличит, он может и улучшить состояние крови. Если человек больше будет риса употреблять, то значит рис, кстати, сильно упитывает. То есть это особенно худощавые люди, которые плохо поправляются, вот им больше риск. И наконец-таки, если человек будет выдерживать какие-то силовые нагрузки, да, то лучше всего овсяночку и опять-таки цельную. Да, цельную овсянку. И для желудка, кстати, для кишечника овсянка, овсяной кисель с утра очень полезно и благотворно влияет. Как облакивающее такое средство. То есть это меньше гастритов, меньше язв каких-то будет и все это остальное. А вот в плане, если приготовить это в фольге и в духовке, могу дать просто... Это в собственном соку. Да, в собственном. Можно еще, я дам такой совет, полить это лимоном, лимонным соком или апельсинным соком. Очень вкусно получается. Еще обычно я использую для рыбы приправу розмарин. Вот, очень хорошее сочетание, придает вкус оригинальный. Что еще приправы делают? Все приправы, насколько мы знаем, ну, во-первых, запах какой-то есть, да, летучие вещества способствуются тому, что они вот эти все белки мяса там разрыхляют. За счет этого улучшается пища ленин. И все они, опять-таки, специи, они острого, горячего вкуса, которые способствуются тому, что все это будет лучше перевариваться. Можно туда уже лук побросать. Ну, хорошо. То есть, сейчас, давай, лучочек или это. Так, раз. Сюда. О, лучок. Так, оставляем. Так, где у нас лопаточка можно делать? Лопаточка. Вот она, лопаточка. Сейчас она зашкварчит, да? Можно, кстати, в лук немножко приправы уже. Давай, делай так, как ты делаешь. Вот, приправы. Кстати, я слышала, я, в принципе, сама потом это брала себе на заметку, что лук вообще стоит посолить сначала, вот, когда он жарится, поджаривается, чтобы он не пригорал. Вот у нас соль. А соль, наверное, лучше всего использовать морскую. В ней больше минеральных веществ, она более, так сказать, полезна. Так, а здесь на максимуме, что ли, убавится? А мы сейчас можем сделать поменьше. Да. Мы вот так вот сделаем. Угу. И можно уже рыбку. Скоро, что ты видишь? Так. Скоро туда можно поставить? Угу. Вот. Как это? Рыбочку. А вот какую рыбу все-таки предпочитают? Вот сейчас мы используем филет риски. Филет риски нормально? Да, филет риски нормально. Она не жирная еще, можно ее каждый день кушать. Угу. Вот. А вот если рыба пожирнее будет, там, как говорить, семга или еще что-нибудь? И полезно очень включать раза в три в неделю, или можно даже почаще спортсмену. Так, и приправку сейчас посыпаем еще сверху. Раз в три в неделю можно, значит, и жирные сорта. Жирные очень полезны, потому что омега-3 жиры, содержащиеся как раз вот в такой жирной рыбе, они, кстати, вообще это единственные, наверное, жиры, которые очень важны для сброса веса тоже. Они влияют на сжигание жира. Несмотря на то, что рыба вроде бы жирная, но на самом деле этот жир не идет в жир, а наоборот тот, что имелся в организме, он его вытапливает. Он, наоборот, помогает расщеплять жиры даже. Вот, так что полезно включать в меню и льняное масло. Вообще, вот, кстати, льняные кашки тоже очень полезны, потому что содержат как раз эти омега. Ну и можно посолить еще чуть-чуть. Не знаю, приправка соленая, нет? Посолю. Вообще, я редко что солю, вот, но так как у нас сегодня блюдо выходного дня, можно и посолить, да. То есть соли стараются использовать поменьше, чтобы она не задерживала воду, значит, не накапливалась вода. Потому что вода что делает в организме, вот, если подает? Ну, вода это и давление повышает, лишняя жидкость. И, естественно, рельефный такой, да? Да, рельеф, да. И, кстати, задержка воды мешает сжиганию жира тоже. То есть лишняя вода. Именно вот этот вот натрий хлор. Да. Так, надо, наверное, сделать побольше что-то, но никак не... Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прирывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так, в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok